салют всем друзья с вами серёга и вы на канале про пайку на этом канале мы обозреваем еду различную еду то мы в поиске лучшего кебаба в городе сейчас мы заказываем еду с какого-то заведения на дом доставку делаем такое мы уже делали посмотрите это видео но есть делали из мигла на мой взгляд получилось неплохо даже очень хорошо как вам напишите в комментариях ну и сегодня мы попробуем что-нибудь заказать с другого места так в ежике мы уже пробовали соответственно пойдем по другим каким-то заведениям например когда не было пандемии я очень любил с настюха ходить сковородку на мой взгляд там неплохо готовят даже очень ну определенные блюда очень даже вкусно но посмотрим как они справляются с доставкой на дом они не так давно появились в приложении со своей доставкой но с болтом то есть они раньше не привозили ничего но теперь мы зайдем посмотрим и попробуем итак закажем как обычно салат первое второе и десертная она как-то так что-то такое салаты у нас что выходит по салатам давайте попробуем салат из нежной куриной печени обжаренный с бальзамик а подается с запеченной тыквой и свеклой заправлен соусом из печеных яблок но давайте попробуем это 5 евро 30 центов вот так он выглядит вот так он выглядит на картинке так что посмотрим как его нам привезут и как он будет выглядеть там погнали дальше по закускам смотрим не смотрим да ладно теперь пойдем по супам у нас есть борщ который я обожаю сковородки его подают прям шикарно мне очень нравится булочка все эти там соус который подают сало это крученое нежнейшее это супер посмотрим как они привозят это домой так что думаю именно его мы и закажем я думаю да и здесь написано борщ сковородка подается с домашним салом булочкой и чесночной заправкой вот именно его мы и будем значит есть стоит он 440 теперь пойдем по основным блюдам да ну что могу сказать по основным блюдам основные блюда нихрена не дешевые ну вы но тут 9 14 9 30 10 30 9 27 60 11 36 90 такие то есть цены такие лютые довольно таки но давайте попробуем обожаю свиные ребра 920 они стоят попробуем какие они привезут но думаю надеюсь что будет это вкусно поэтому попробуем так что у нас еще осталось от учились горячие блюда какие-то ну и давайте еще для интереса очень хочется попробовать куриный шашлык который они готовят в принципе куриный шашлык испортить мне кажется но очень сложно вот даже когда ты находишься где-то на природе его сложно испортить но попробуем как они его делают тут куриный шашлык подается с пикантным луком и соусом из домашней аджики но попробуем 690 это стоит посмотрим как это подается и как это по вкусу и так что у нас дальше на самом деле выбор у них на десерт и очень хороший здесь очень много чего есть заказать и закажем мы наверное теплый морковный пирог подается с мороженым мороженое растает или не растает но посмотрим пока мы будем здесь пробовать все остальное оно может расставить но надеемся что пирог будет вкусно погнали давай его 420 стоит кстати здесь есть еще и детское меню вот давайте попробуем как готовят здесь наггетсы наггетсы с картофелем фри мы постоянно заказываем на видосах где про кебабы давайте попробуем здесь наггетсы с картошкой фри потому что в городе ну есть проблемки с картошкой 3 100 процентов а с наггетсами ну более-менее давайте попробуем как готовят такие заведения у нас эта штука ну что ну что друзья вроде все заказали заказали получается теплый морковный пирог 420 наггетсы с картошкой фри 4 шашлык 760 нежные свиные ребра 920 борщ 440 салат с нежной куриной печенью 530 итого вместе 3790 и так оформляем заказ в принципе у них записано что 45 минут 50 минут то есть так вот где-то примерно они по времени готовят посмотрим так как они готовят быстро ли не быстро и как они привезут надеюсь что не будет тоже это все разлито или как-то ужасно выглядеть как это было по крайней мере с супом в ежике для вас это буквально секунду для меня почти час давайте ждем ну что пришла наша посылочка скажем так в бумажном пакетике это уже хорошо не так было тут недавно единственный прикол что здесь есть такая вот наклеечка маленькая сковородка почему ее не сделать большой ну побольше что это за стикер такой маленький так круто прикольно если ее большую вы сделали было вообще прикольно но так бумажный пакет хоть что-то даже с именем моим и так что тут давайте у нас здесь у нас суп отдельный респект ос курьеру который привез суп потому что он отдельно от этого пакета он отдельно от этого пакета положил суп игрит я всегда суп и вожу отдельно потому что они постоянно разливаются примите на вооружение ребят и так супец что у нас еще тут это я так понимаю салат вот такой вот у нас приехал салат тут всякие прикольчики сарис мои всякие приколы я и сколько 2 его прям красота красота однако супец здесь вот такой вот потом это я так понимаю это у нас это у нас это по ходу капуста к ребрам немного но нормально так это у нас нет ни кетчуп аджика так я понимаю наверное на сс что это такое сверши а наверное шашлык да это у нас шашлык шашлык у нас выглядит вот так ничего кусочки такие кусочки такие хорошие листик салата и все да так это у нас непонятно почерк конечно рябина а это ребрышки ешкин кот это у нас ребрышки за ребрышки залитые тут всеми этими делами ребрышки тоже сторонку пока так это у нас и так понимаю наггетс да наггетсы с картошкой фри еще попробуем что-то по наггетсом скажу ёппарн наггетсы у нас вот такие вот какие-то обычно какие-то они по-другому выглядят здесь как каких-то да нарубили нарубили просто кого-то мясо но нарубили мясо но попробуем как это на вкус выглядит это ну так себе ну главное что было бы вкусно да так это тоже в сторону да так тут у нас что это сметана тут у нас что а это сальса сальса да это это у нас это чудесное сало к борщу вот она родное как это смотрится да так это у нас еще салатик такой же наверно как и там был салат тоже самое капуста там лучок такой и здесь у нас десерт десерт у нас приклеился вот тут кусочек видимо так когда открывал он приклеился так с виду мы не знаю пирог как вода со всеми этими делами так вот тут морожка пока еще не расставила с хлопьями там посмотрим как это будет так ну и что давайте попробуем собственно так что у нас еще а вот это булочки тоже к борщу так булочки это у нас приборы салфеточки я так понимаю что это влажные до салфеточки тоже приятненько это у нас черные черные ножи черные вилки это у нас еще как раз таки вот этот соус который макать булочку к борщу но прикол в том что ложку нам никто не положил чем есть борщ пойдем пойдем значит за ложкой ну что давайте пробуем да тогда возьмем ложечку возьмем супчика попробуем бульон бульончик очень вкусный ну и сейчас попробуем помешаем что у нас там получится так мяско немало мяско нормально есть он прям шматы весь вот кусочки хорошие вот еще то есть мясо мясо вполне хватает нормально тут на накидано мяско давай попробуем так булочка так этот соусик да хороший борщ отлично борщ давай давай добавим туда сметанки булочку макнем соус пах часто все там размажем и это все и все это дело с сальцом да нежнейшее как они это делают это просто песня ну что суп сто процентов на уровне на очень хорошем уровне мне нравится я обалдею от их борща особенно когда ты в заведении как это все подается красиво все это там папам посуда все это но очень красиво прикольно выглядит радует когда я ну и мясо хватает и от всякие эти прикольчики салата вот булочка с этим соусом как она называется это приправа булочки эти мягкие хорошие но классно далее у нас идет салат да салат у нас давай помешаем так это вот у нас так понимаю так помешает это у нас это прямо куриная печень тут на шампиньончике огуречка огурец шампиньоны яиц не жалеют так это яблоки у нас какие-то всякие спаржа тут у нас сама печень в общем будем пробовать тут всего всего намешано и всего так ну немало тут явно что касается ингредиентов тут уж сто процентов не жалеют от души тут это все навалено ну и давайте так попробуем до яичко сама печень еще что-то зелени возьмем этой спаржи да так грибочек еще забудет унизительно теплый ну и он мне нравится он такой с кислинкой и там короче во рту там буйство красок просто реально просто со всех сторон накидывает и печень и яблоки и и во рту что-то происходит сумасшедшая на мой взгляд это прикольно это вкусно это прикольно такое первый раз такой его ем но на мой взгляд это очень даже прикольно борту происходит какой-то взрыв и ты мозгом начинаешь а это это этот вкус этот вкус а счет это были в одну картину складывается это очень классно так что у нас следующее давай шашлык попробуем с чем его есть соответственно давайте с капусты данная на цели у капусты что здесь капуста на и хотя и кто умеет может и капусту испортить квашеную хорошая капуста вообще шикарно очень даже давайте шашлык ну какой тут до любой кусок подожди так это что за шашлык свиной я почему-то видимо тупанул я подумал что я куриный шашлык заказал а не шашлык из свиной шеи до да это сына свиньи ну ты думал что такой шут ну давай джук попробуем сюда ну по мне он жесткий тут если видно такой он даже с красненькой такой ну для меня он жесткий да не он жесткий напишите в комментариях какой по вашему должен быть свиной шашлык он должен быть вот сухой жесткий потому что тут же видно да что он вот он суховат ну типа вот здесь вот напишите какой должен быть свиной шашлык мне очень интересно как вы думаете но по мне он жесткий поэтому я наверное и делаю когда делаем в основном куриный шашлык потому что его во первых нельзя испортить в принципе если только ты не идиот который вообще его спалишь ну а во вторых она нежная вкусная и быстро готовишь далее у нас будет ребра ребра да смотри просто взял я кость просто отваливается просто отваливается вот смотри просто вот одно чистое мясо берем любой кусок он просто отваливается вот такими должны быть ребра на мой взгляд я перебробовал за одно лето как-то почти во всех наверное заведениях в городе где готовят ребра и здесь сковородки одни из лучших ребер приготавливают просто шикарно просто напишите пожалуйста в комментариях кто был в сковородке ел эти ребра как они вам зашли не зашли и в принципе ребра борщ вот такие вот вещи как они вам пробовали там на мой взгляд это шикарно просто все с капустой это просто идеально идеальные ребра какие должны быть в принципе потому что были заведения может такой случайный вариант получился но я их ножом не мог разрезать еле-еле резал причем что у меня настюха привела в это за день здесь шикарно готовят и я да нормально а потом приходим в сковородку и это просто берешь и отрываешь просто смотрите я даже не могу взять его даже не могу взять вот она сразу отваливается без проблем без каких-либо проблем то есть ребра сто процентов бомбовые всем рекомендую сковородки ребра это сказка наггетсы давайте попробуем наггетсы кстати было написано что наггетсы с картошкой фри да по-моему если я не ошибаюсь да было написано наггетсы с картошкой фри где моя картошка фри нет картошки фри ладно давайте пробуем наггетсы панировка слишком сухая на мой взгляд вот эти вот маленькие тоненькие вот эта вот штука это ну не знаю не наггетсы точно мне не заходит я надеялся что наггетсы здесь будут прям шикарные но не в этот раз возможно итак давайте пробовать пирог ну что давай попробуем ну что давай попробуем ну что давай попробуем шикарно это уж блин это действительно очень ну что касается друзья кондитерки я так понимаю у нас в городе в торговом училище походу не это это очень вкусно это очень сладко возможно кому-то будет слишком сладко но как по мне это это очень классно в принципе если все это вот съесть ну не все ладно убрать наггетсы ну типа не нужны они ну в целом когда заказ делаешь и оставить что-то одно либо шашлык либо ребра то в принципе ты все успеешь съесть и морожка сильно не растает ты нормально кайфанешь с этого все равно поэтому как то так в итоге 3790 и у нас ну и как бы еды немало здесь скажем так поесть вдвоем а то и ну вдвоем очень ты плотно поешь как бы ну что друзья десерт шикарный салат на мой взгляд очень вкусный шашлык на мой взгляд суховат и жестковат наггетсы но это не наггетсы ребра в сковородке как всегда шикарны борщ шикарный салатики отличные булочка лучше ну и соус по всему этому поэтому вердикт лично мой это очень хорошо и очень вкусно есть свои там какие-то недочётики но куда без них в целом борщ и ребра это десерт салат то есть это уже в целом очень даже хорошо даже эти капусточки все это очень вкусно на мой взгляд шикарно напишите в комментариях как вам что на мой на ваш взгляд выглядит съедобно несъедобно и как вы считаете согласны ли вы со мной по поводу всего этого вышесказанного и возможно вы ходили сами в сковородку и ели и как вам это было поделитесь тоже этим в комментариях буду очень рад почитать ваши комментарии всегда часто отписываю тоже кому-то отвечаю общаемся с кем-то естественно с адекватными людьми с какими-то бычьем я вообще в принципе не разговариваю просто культурненько говорю что типа нам значит не по пути и все что хочу сказать спасибо кто-то смотрел это видео до конца подписывайтесь буду очень рад этому пишите в комментариях пообщаемся обязательно для вас просто смотреть и по кайфу смотреть как я это все пробую рассказываю вам делюсь где можно сходить вкусно поесть ну а я люблю пожрать всем пока с вами был Серега и канал про пайку тяо